Сергей спрашивает. Здесь очень важно понимать, что то, что сейчас используют харизматые 50-ники, языки, это никакого отношения к тому, что даже у коринфян не было. То есть коринфские языки и языки харизматов 50-ников, это еще не факт, что это одно и то же. Идентичность надо еще доказать. То есть когда мы разговариваем с харизматами или 50-никами, они говорят, а вот они тоже на языках говорили. Да, они-то говорили на языках, но где гарантия, что то, что вы делаете и то, что они делали, это одно и то же. То есть это одни и те же языки. Вот. Это вот важная померочка, пометочка. Вот. И второй момент, что как бы это был дар, у коринфян это был дар Духа Святого. Это именно был дар Духа Святого. Но они его использовали неправильно. То есть любой дар Духа Святого используется на благо церкви. А они его использовали не пойми как. Вообще просто так. И он как бы их приводит в порядок. Вот их искажение приводит в порядок. И он говорит о том, что вот когда вот я говорю на неузнакомом языке, то я, как я понимаю, вот как я понимаю этот момент. То есть когда апостолы говорили во время День Песятницы, то они же сами не понимали свой язык. То есть они вот говорили мысль какую-то, а Бог как бы каким-то чудным образом переводил их речь на там, ну, чтобы она была понятна. Чтобы она была понятна. Вот такое объяснение есть, и оно мне как бы устраивает объяснение. И поэтому Павел пишет, вот когда он где-то публичная молитва совершается или еще что-то, то он сам, ну, как бы даже не осознанно, он не понимает того языка, на котором он говорит. Вот. А у коринфян это превратилось уже в какой-то, знаете, там не для того, чтобы кому-то свидетельствовать или где-то говорить, или использовать во благо, да, для благовестия. А они в своей церкви использовали. Поэтому я немножко, вы замечаете, что я немножко теряюсь, да, потому что для меня вообще вопрос языков немножко сложный. Потому что я не очень сильно в этой теме, как бы, окружен этой темой. Я очень редко встречаюсь с харизматами или с пятисятниками. Для меня эта тема такая, достаточно далекая. Но сам принцип, первое, что важно отметить, что я еще ни разу не слышал доказательства того, что то, что происходит у харизматов-пятисятников, имеет отношение к коринфской церкви вообще какое-то. Второе, это сто процентов, что Павел их, как бы, осуждает за то, как они используют языки. То есть, их говорит о том, что так неправильно, и побуждает их избавиться от этой практики. Поэтому даже если вдруг каринфские языки, кто-то говорит, что вот так, то сами коринфяне неправильно это делали. Вот. И третий момент, что Павел свидетельствует о том, что языки были даны на пользу. На пользу благовестия, на пользу церкви, на пользу свидетельства, а не для того, чтобы человек общался с Богом. То есть, языки не нужны человеку для личного общения с Богом. Они нужны для пользы церкви. Так написано конкретно. Поэтому я считаю, что коринфские языки были такими же языками, как в Деянии апостолов, но они их использовали искаженно.